Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире программа «Политинформания» радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с советским российским актером, автором своих песен, музыкантом, одним из основателям и участникам бит-квартета «Секрет» Максимом Леонидовым. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Максим, большое вам спасибо за возможность с вами поговорить, потому что вопросов много и мы уже с вами беседовали. Вы очень интересный собеседник, поэтому есть насущные вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы. Единственное, что мне хотелось бы сразу оговорить. А, вот, эхо пропало, все, значит, вопрос откроет. Максим, в начале 80-х годов, я думаю, может, вы помните, вышел такой замечательный европейский фильм «Мефисто», где главный герой, актер, начинает сотрудничать с нацистским режимом, оправдывая себя тем, что он хотел бы себя сохранить в искусстве, и, в принципе, он хотел бы продолжать сеять доброе, светлое, вечное, а политика не для него. В связи с этим у меня вот вопрос. Как вы думаете, возможно ли сеять доброе, светлое, вечное в условиях тоталитаризма? И второй вопрос, можно ли это оправдать? Вы знаете, вопрос непростой, потому что есть много примеров того, как в Советской России, в Советском Союзе люди создавали искусство. И все-таки я должен вам сказать, что есть огромная разница между нацистской Германией и Советским Союзом, скажем, 60-х, 70-х годов, когда уже не было культа личности. При этом страна была, ну, в общем, коммунистически ориентирована и централизована, и роль государства, ну, я не буду вам рассказывать, вы, в общем, понимаете, что такой была роль государства в Советском Союзе, то есть, кроме государства ничего и не было. Но, тем не менее, была идеология, и она сверху не выглядела людоедской, если ее не копать и забыть о том, что на самом деле творилось в стране. Должен сказать, что и вожди, ну, например, там, Леонид Брежнев, он, в общем, людоедом-то не был. Он был таким наивным, слабым, в смысле, падким на лесте, на долговластье. Человеком, но, тем не менее, он не был каким-то каннибалом и фашистом. Поэтому в Советском Союзе, несмотря ни на что, художники продолжали творить и создавали замечательные вещи. Но когда страна скатывается к откровенному фашизму и абсолютно не скрывает этого, конечно, мне кажется, что художник в такой обстановке творить просто не может, потому что ему не дадут. Потому что все-таки искусство, это, ну, как бы оно изначально, оно привержено идеям гуманизма. То есть мы говорим о добре, о свете, о лучших странах человеческой натуры. Это идет вразрез с политикой государства. И поэтому, в общем, любая попытка оставаться собой, она, на мой взгляд, обречена. А, Максим, у меня тогда дополнение небольшое. А к чему скатилось сегодняшний режим Владимира Путина, сегодняшнее российское государство? Потому что, задавая вопрос, я имел вообще-то в виду именно сегодняшнюю ситуацию в России. Да, я понимаю. И я понимаю, о чем вы спрашиваете. Почему некоторые артисты, и довольно многие, продолжают делать вид, что ничего не происходит, пытаются сохранять нейтралитет и занимаются своим, как бы, ремеслом, скажем так, несмотря ни на что? Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что это, ну, как бы, это зависит от личных человеческих качеств. Кто-то не может себе позволить, потому что в силу каких-то обстоятельств, которые мне неизвестны, но я предполагаю, что такие обстоятельства могут быть. Ну, скажем, не знаю. Я сейчас от фонаря говорю, там, больные дети, не знаю, там, крайне стесненные финансовые обстоятельства, не позволяющие распоряжаться своей жизнью так, как ты хочешь. Поэтому я далек от того, чтобы, знаете, размахивать флагом и говорить, что все, кто на сегодняшний момент продолжает заниматься в России искусством, они прямо такие нехорошие. Нет, это не так. Есть примеры, есть Лея Ахиджакова, есть, ну, еще масса людей, которые продолжают находиться в стране, декларирующие на сегодняшний момент, как бы, насилие и пропагандирующие, к сожалению, по всем центральным каналам ненависть и вражду. Они пытаются бороться, пытаются сохранить себя, пытаются иметь свой голос, и этот голос слышен. Но вместе с тем есть такие, которые заявляют, что моя хата с краю ничего не знаю, я вообще нейтральный человек, и искусство, как бы, оно для искусства. Этого я понять не могу, честно говоря, и мне это кажется малодушимым. Максим, Ленинград конца 70-х, 80-е годы, до перестроечного периода, это достаточно вольнодумный город. Можно привести пример и Бориса Гребенщикова, и Шевчука, и Алексея Германа в кинематографе, и Битквартет-секрет с Максимом Леонидовым, можно сказать, о Розенбауме. Это все люди, которые шли против линии. Как вы думаете, вот почему сегодня не слышен голос новых людей? Я уже не говорю про тех, кто был, тут как бы все понятно. А вот почему нет новых, новых Леонидовых, новых Розенбаумов, тех Розенбаумов, потому что сегодняшняя позиция его... Мы поговорим еще об этом. Понятно. Поэтому... Я думаю, что они есть, вы ошибаетесь. Потому что есть много молодых артистов, которые открыто заявляют о своем несогласии с тем, что происходит. Они открыто призывают к миру, они открыто ненавидят войну. Многие из них, к сожалению, вынуждены Россию покинуть. Это молодые люди. Я не слушаю, может быть, их музыку. Я далек от их творчества. Но такие люди есть. И, например, на сегодняшний момент артисты, которых я знаю, и музыку, которых мне нравится, это, скажем, «Нойз МС» и «Монеточка». Они дают уже не первый, не второй, а просто какой-то европейский благотворительный тур в помощь украинским беженцам. Так что нет. Такие люди, безусловно, есть. Мы, когда с вами учились в школе, изучая историю, наша история XX века делилась на два понятия. До революции, после революции. До войны, после войны. Все события исторические именно так и делились. А как вы сегодня смотрите на свое творчество? Оно будет теперь делиться до войны и после войны? Или это останется в том, как оно было, ну, скажем, до 24 февраля? Ну, так как оно было, оно, безусловно, не останется. А что будет дальше, я не знаю. Честно говоря, я растерян. На сегодняшний момент песни у меня не пишутся. Потому что просто я не знаю, как их писать. Я, в отличие от многих артистов, которые обладают таким дарованием, знаете, горла на главаря, которые могут написать открытую антивоенную песню. Это просто не мое. Я всю жизнь занимался, ну, как сказать, все мои песни, они о свете, о любви. В этом смысле я буду продолжать писать такие песни. Просто это не особенность, ну, это не мой стиль, наверное, на баррикады с флагом, понимаете. Но как, дайте время, знаете, я пока не могу ответить на этот вопрос. Максим, вот российское общество в большинстве своем, процентов 80, даже если эта цифра завышена, поддержало войну и Владимира Путина. В этом плане вспоминается гитлеровская Германия, где все вскидывали руки и кричали «Хай, Гитлер!». В 45-м году ради куска хлеба уже было другое, значит, высказывание «Гитлер капут». Такой вопрос. Несет ли коллективную ответственность российское общество за эту войну? На ваш взгляд? Это даже существенный вопрос, его нет, кем задают. Мне кажется, что да, несет. Ну, вы понимаете, с российским обществом тут вообще проблема сложная, потому что мировоззрение российского народа, оно выковывалось годами, оно начало выковываться не вчера, не позавчера, и даже не сто лет, а не двести лет назад. Поэтому это особенности русского менталитета, к сожалению, он таков. И, к несчастью, за много сотен лет ничего не изменилось. Это все тоже чинопочитание, это все тоже раболепство, это все тоже внутреннее рабство, и радость, получаемая от этого рабства, вот она, к сожалению, налицо. Опять же, я не хочу голословно говорить обо всем русском народе, обо всем населении Российской Федерации, потому что есть совершенно другие люди, пытающиеся быть свободными, пытающимися сохранить себя. Но, и мне кажется, что эти 80% – это сильно завышенная цифра, потому что есть много людей, которые боятся, понимаете. Режим сделал, режим устроил такую, как-то, он так запрессовал народ, он так его напугал, что, если вы помните, 12-й год, там, ну, скажем, огромные демонстрации, значит, либералов и демократически настроенного населения, и оказалось, что, да, таких людей много, но жестокие репрессивные меры по отношению к ним, они, к сожалению, народ напугали, поэтому... Но, тем не менее, должен нам сказать, что, да, конечно, поддержка нынешней политики правительства Российской Федерации, она велика. Вчера, смотря радио «Свобода», они задавали вопрос в отношении уехавших артистов на улицах Москвы. Из 12 опрошенных... Вопрос стоял так, стоит ли считать тех, кто уехал из России вот после 24 февраля предателями? Из 12 опрошенных 10 ответили, что, да, это предатели, это люди, которые покинули в трудную минуту родину, это люди, которые не поддерживают нашего президента. Возраст опрошенных был в районе от 20 до, ну, 65. Ну, вот как вы считаете себя предателем, и почему люди, которые росли на ваших песнях, считают вас вот человеком, который предал родину? Ну, не только вас. Я имел в виду всех, кто... Я говорю, и о Хаматове, и о Макаревиче, и о многих людях, которые не приемлют то, что происходит, поэтому уехали из России. Ну, вы знаете, когда человек унижен, когда... И унижен как бы постоянно, перманентно, и он живет в униженном состоянии довольно долгое время, то единственная для него возможность почувствовать себя человеком и гордо поднять голову – это быть в толпе. Это быть среди себе подобных, это ощущать себя частью массы, массы сильной, агрессивной и так далее. Отсюда, безусловно, существует вывод, что тот, кто не с нами, не в нашей банде, тот против нас, так сказать. Вот и все. Я не испытываю никаких иллюзий по поводу народной любви и признания. Никогда их не испытывал. И тем не менее, тот щелчок в сознании от всенародной любви до презрения и ненависти, который произошел, скажем, с Максом Галкиным, я просто беру наиболее значимый, ну, как бы наиболее пример, который просто на виду у всех, поскольку Максим действительно очень популярная личность и был популярным всеми любимым телеведущим, любимым мамами, с детьми которых он вел, значит, эту программу «Лучше всех», по-моему, она называлась, любимым масс-медией и так далее. И вот в один прекрасный момент все закончилось, потому что человек посмел иметь собственное мнение. Максим, вы истинный ленинградец, истинный петербуржец. Большинство во власти сегодня это люди-выходцы из Ленинграда, Петербурга. А вы можете описать, может быть, существует какая-то определенная психология, психотип людей, рожденных, выросших в Ленинграде, людей, может быть, это какая-то специфическая духовность есть какая-то. Что-то такое, что привело к сегодняшней ситуации. Уж никак не духовность. Мне казалось всегда, что Петербург, это удивительный город, который учит людей, которые в нем родились и жили, учит своей красотой, своей гармонии, он учит отличать фальшивку от настоящего, он учит отличать красоту от уродства. И поэтому я бы не стал так все сваливать на то, что их воспитал, и всех этих людей воспитал Петербург, Ленинград. Нет, конечно. Это случайно получилось. Такой вопрос, Максим. А влияет ли музыка на ваш взгляд? Он может быть такой риторический вопрос, но все-таки влияет ли музыка на политические взгляды человека? То, что человек исполняет, то, какое течение, музыкальное течение, он выбирает, которое представляет? Не более, чем вообще другой культурный фон, не более, чем книги, которые он читает, не более, чем музеи, в которые он ходит. Ну, а главное, видимо, родители, учителя, кто знает, что нас формирует. Кроме всего прочего, есть изначальный характер человека, который не переделаешь, не воспитаешь, ничего с ним не сделаешь. Вот он таким родился, понимаете? Поэтому я бы не стал преувеличивать роль именно музыки в формировании личности. А вот есть такое понятие, как условное понятие рокеры и попса. Вот если посмотреть на сегодняшний список тех, кто в большинстве своем поддержал Владимира Путина и является лучшими, как там у Евгения Шварца сказано, лучшим учеником, это представитель так называемой попсы. Там Газманов, Долина, ну, можно много называть, Басков, это. Между тем, из рокеров практически, ну, будем так говорить, ну, может быть, только А.Ф. Скляр, А.Ф. Скляр. Только это на них. неправда, неправда. Довольно много музыкантов так называемой рок-сцены либо молчат вообще совсем либо поддерживают то, что происходит. Ну, да, вы сказали, Скляр, есть еще Сергей Галанин, есть Александр Иванов, ну, нет, есть еще, группа Пилот вдруг поддержала все это дело. Вот сейчас проходит такой тур с буквой «З» наперевес по городам России. Там довольно много рок-артистов, поэтому дело не в том, чем человек занимался, пок-музыкой или рок-музыкой, дело в внутреннем стешне, в силе, в убежденности, в уме, в конце концов, знаете. Но все-таки рок – это же музыка протеста, а рокеры в конце... Ну, перестаньте, это клише, не какая-то музыка протеста, нет, это все ерунда. Ну, просто нет. Я вообще уже давно перестал пытаться найти разницу между рок-музыкой и пуп-музыкой. Иногда эти грани настолько стерты, знаете, скажите мне, что такое Битлз? Это рок-музыка или пуп-музыка? Это музыка. Понимаете, уж песня «Облади, облада» она никак не роковая, точно так же, как и многие другие. Это измеряется другими вещами, это измеряется талантом, дарования, знаете. Просто эти люди мало талантливы, к сожалению, потому что талант, он не позволит тебе идти против любви, потому что вообще все определляется, ну, как бы, любовью. Любовью не в смысле любви мужчины и женщины, а любви в смысле мировоззрения, в смысле взгляда на мир. И если твой взгляд на мир определяет любовь, то ты и будешь поступать соответственно. А противовес любви – это страх. Поэтому от страха можно сделать все, что угодно. Максим, вы человек не чуждый кинематографу, снимались очень часто в кино, хорошие роли у вас есть, но не снимались у жистера, который сегодня является знаковым. Это Алексей Балабанов. Какое вообще ваше отношение к Алексею Балабанову, к его творчеству, к его взглядам, потому что это неоднозначно. Все-таки ну вот и сегодняшние вот эти его фразы, вырванные из его фильмов, сила... Нравится ли вам «Брат» и «Брат 2»? Как вообще ваше отношение? Я не люблю кино Балабанова, никогда его не любил. Никогда фильмы «Брат», тем более «Брат 2» не были моими самыми любыми. Я посмотрел кино под названием «Брат», и кино под названием «Брат 2» я смотрел одним глазом, потому что в принципе мне все было понятно. Другое дело, что это надо, знаете, рассматривать в контексте времени, когда это было сделано. Тут тоже не надо так рубить с плеча. Что касается фразы, вырванной из контекста, она не вырванная из контекста, она совершенно, мне кажется, недвусмысленная, но в данном случае, знаете, правильно сказал Борис Акунин, что добавьте к этой фразе «сказал солдат вермахта», и все станет понятно. Нет, я абсолютно с этим не согласен. Если твоя страна совершает преступления, если ты считаешь, что она совершает неправомощные, но какие-то преступные действия, неважно, твоя это страна, не твоя это страна, тем более, если это твоя страна, ты должен ее спасать, ты должен говорить что-то, что ты считаешь нужным, поэтому это малодушное заявление. Максим, страны Балтии запретили въезд на свою территорию многим артистам, исполнителям, певцам. Как вообще относитесь к тому, что какие-то страны, не будем говорить конкретно Балтии, запрещают въезд на свою территорию деятелям культуры? Есть ли в этом смысл и правильно ли это? Видите, правильно, неправильно, это сосед политичной площадки постоянно мажет дверь дерьмом, то в конце концов ты запрешь его, заколочешь его дверью и все. Ну, зачем же такое соседство и зачем такие отношения? Будем делать вид, что все в порядке. Он вчера кричал, что надо захватить весь мир, а сегодня в этот мир приехал веселить людей с концертами. Ну, конечно, это странно, поэтому это естественный ответ на некие деяния, на его сказывание, так сказать, на позицию. Максим, почему вы не Газманов? Объясню вопрос. Вы и Олег Газманов два популярнейших певца-исполнителя. Вы оба сочиняли прекрасные стихи, надо честно сказать. вы оба в конце перестройки были популярнейшими людьми, которые, ну, определяли время, скажем так. А сегодня Газманов вот так вот делает. Почему вы не делаете так, Газманов? Это, наверное, какой-то дало вам бонус какой-то. Я не знаю, вообще странное сравнение, честно говоря. Почему? Ну, не знаю. Я как-то никогда не чувствовал себя в одном цеху с Олегом Газмановым. Мне кажется, что мы занимаемся совершенно разными вещами. Но, не знаю, я просто, ну, я другой человек, я не Олег Газманов, к счастью. А он, наверное, к счастью, для него не Максим Леонидов. Поэтому, что же нас сравнивать? У нас разные представления о мире, наверное. А какое главное, вы бы сказали, ваше видение, то, чего у него нет? Я не знаю про него ничего, понимаете, я не могу себя с ним сравнивать, потому что я не душеприказчик Газманова, и я в душу ему никогда не лез. Поэтому, не знаю. Максим, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, через пару минут вернемся и продолжим наш очень интересный разговор. Не отключайтесь, будьте с нами, спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания, радиостанции Народная волна Чикаго, ее ведущий Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с советским, российским актером, популярным исполнителем, одним из создателей, создателей, извиняюсь, и участников бит-квартета Секрет Максимом Леонидовым. Максим, вы с нами? Да, я здесь. Максим, обычно, когда уровень жизни как бы в России падает, то себя начинает проявлять антисемитизм. Можно ли сказать, что в последнее время это возросло или в принципе все нейтрально и как говорится этого не ощущается? Да, вы знаете, я как-то не сталкивался с этим, честно говоря. Отдельные проявления были на протяжении всех лет моей жизни в России. Ну, это была в общем мелочь. А как сейчас, честно говоря, я не знаю. А в продолжение, если, если, знаете, вот вопрос, который, наверное, никто никогда не задает, хотя, может быть, я не прав, а существует ли понятие антисемитизма в артистической среде? То есть, не называя какие-то определенные фамилии, просто... Не знаю, нет. Мне кажется, что... Вы знаете, но всегда в любой среде есть люди малокультурные, для которых, наверное, может быть, из семьи или где-то евреи являлись какими-то чужими, странными, непонятными и, может быть, в чем-то виноватыми. Такие люди всегда были, и это относится не только к евреям, но и к кавказцам, и к среднеазиатам, и вообще ко всем чужим, ко всем не таким. Сталкивался ли с этим я в театральной среде? Нет, пожалуй, остро не сталкивался. Максим, вопрос тяжелый. говорят, что после Освенцима или Аушвица писать стихи нельзя было. Это говорил один из философов. А вот после Бучи, после того, что случилось в Украине, как вы считаете, можно писать песни? Вы отчасти ответили насчет себя, но весь вопрос вообще в общем. Как это может быть? Вы знаете, я читал несколько очень неплохих стихотворений на тему войны в Украине, очень больных, очень настоящих, поэтому в общем мой ответ да, можно. Могу ли я? Я не могу. Пока не могу. А что должно случиться, чтобы это произошло, чтобы вы вернулись к нормальному творчеству своему? Что-то, какой-то клик, что-то должно произойти, чтобы вас подвигло? Я думаю, что это вопрос времени. Должен пройти некий шок. Вот я сейчас просто нахожусь в каком-то таком полушоковом состоянии. Я еще, знаете, для того, чтобы что-то написать, надо как-то это осмыслить, как-то отойти на какое-то расстояние и взглянуть на это все по-другому. Мне пока не удается это сделать, я вам честно скажу. Поэтому для меня гораздо может быть важнее и честнее просто выразить свое отношение, спев какую-то народную украинскую песню, и в ней столько боли на сегодняшний момент, что я так, знаете, как у Высоцкого, я не агитатор, я потомственный кузнец. Так вот, я не агитатор, я спеть могу, знаете, или каким-то вот таким вот образом высказать свое ощущение, больше. что же касается написания новых песен, они безусловно будут, просто мне нужен для этого некий срок, мне нужно душу немножко в порядок привести, потому что когда ты пишешь песню, это не только порыв твоей души, это еще и некий профессионализм, вот этот профессионализм меня сейчас подводит, я не могу себя заставить. Максим, сейчас во всем мире отношение к русским конечно естественно очень и очень негативное. Слово, есть два слова, которые иностранцы не отличают, есть понятие российский, есть русский. Для вас понятие российский и русский это два слова-синонимы или это два как бы разных слова, я понимаю, что это литературный такой прием на все-таки. Знаете, я бы не разделял, я бы не разделял, потому что или вы имеете в виду российский как принадлежность к государству под названием Российской Федерации и русских как этническое. Да, то есть, понимаете, иностранцы, когда говорят слово русский, они имеют под этим общее значение. Человек приехал из России, он может быть по национальности тем же украинцем или белорусом, да, но если человек говорит на русском языке, значит он русский. Есть понятие российский, то есть, человек, живущий в российском государстве, там, не имеет значения гражданин, не гражданин. Я даже не знаю, мне кажется, что это такая несколько надуманная история все-таки, потому что это, видите, это вопрос самоидентификации. я считаю себя, несмотря на то, что я еврей и живу, проживаю в Израиле на сегодняшний момент, я все-таки считаю себя русским артистом, русским автором, русским композитором, если хотите. От этого никуда не деться, это культура, которая меня воспитала, взрастила, без которой меня бы не было вообще. Меня бы не было как композитора и артиста без многих вещей, без американской культуры и британской культуры тоже. И все же мой родной язык русский, и поэтому я русский деятель культуры, скажем так. И если ко мне будут относиться как-то предвзято на сегодняшний момент на Западе, то при всем моем огорчении мне придется это принять, потому что мы говорили с вами о некой коллективной ответственности, в данном случае речь идет именно об этом. Максим, вчера вышло очень интересное интервью Андрея Макаревича Ксении Собчак. Хочу сказать, что оно очень интересно и Андрей Макаревич, у которого родился сын недавно в Израиле, мы можем его тоже с этим поздравить. На вопрос Ксении Собчак будет ли сын Макаревича гражданином России, его жена Инат ответила достаточно резко и четко нет. Она сказала, что израильского гражданства достаточно. Вопрос. Сегодня российское гражданство это тяжелая ноша, а израильское гражданство это гражданство людей будущего. Как бы вы ответили на это? Я бы не стал лешать ярлыки, понимаете, потому что да, конечно, на сегодняшний момент российский паспорт для многих на Западе является такой лакмусовой бумажкой, по которой нас принимают или не принимают и к нам относятся так или иначе. Но мне хочется верить, что так будет не всегда. Поэтому что касается израильского гражданства, знаете, я гражданин Израиля с 90-го года. Я не как бы не вновь прибывший и получивший его в последние годы, когда все ринулись его получать. Я его как бы выносил, знаете, я в этой стране прожил и попал сюда во время иракского конфликта и сидел под обстрелами тут. Поэтому мне оно очень дорого, это израильское гражданство. Израиль это замечательная, потрясающая страна со своими тараканами, со своими безусловно недостатками, но идущая правильной дорогой и мне кажется, что у нее большое и хорошее будущее. Ну, а что касается российского гражданства, смотрите, я далек от того, чтобы швыряться и сжигать российский паспорт на сегодняшний момент, потому что Россия это не правительство Путина. все-таки я надеюсь, что настанут какие-то другие более светлые времена. Максим, русская православная церковь, к великому сожалению, поддержала войну в Украине, но мы не будем касаться этой церкви, церкви у меня вопрос больше веры, а для вас вера имеет ли значение в вашей жизни и насколько? Если вы верующий человек. Я не понимаю слово вера, потому что верить это странная такая история, потому что верить это значит взять что-то на бездоказательно принять и следовать этим постулатам и так далее. Поэтому я полагаюсь на свое внутреннее ощущение гармонии и любви. И мне кажется, что это и есть самая главная вера. Что касается организованной религии, в любом ее виде, в православном, католическом или иудейском, мне она не близка. Потому что мне кажется, что все организованное далеко от настоящей религиозности. Я бы разделял религию и религиозность. Это разные вещи. Если вы меня спросите, религиозный ли я человек, я скажу, что, пожалуй, да, религиозный. Если вы меня спросите о моем отношении к организованной религии, я скажу, что я не являюсь адептом организованной религии и не посещаю храмы, церкви, синагоги и так далее. Максим, в продолжении предыдущего вопроса все-таки более хотел бы уточнить разговор о патриархе Кирилле, который официально поддержал, не просто поддержал, а он сказал, что все должны быть едины в поддержке вот этой вот войны. Мы называем это войной, не спецоперацией, а войной, как она есть в Украине. Два известных человека, один, я думаю, вам очень известен, Александр Невзоров, назвал патриарха Кирилла Владимир Гундяев в амплуа актеров, да, он играет, играет патриарх, а отец Андрей Кураев сказал, что патриарх Кирилл это отличник боевой политической подготовки. Какое ваше отношение к главе РПЦ? Никакого у меня к нему нет отношения, потому что мне он вообще не интересен абсолютно. это коррумпированный чиновник, каких миллионы, понимаете, просто он в рясе, вот и вся разница. К сожалению, так устроено это государство, что его слова, видимо, имеют какое-то влияние на российских народ. Ну, так тому и будет что же делать. Российская пропаганда одно из главных, одна из главных инструментов российского государства. Была ли у вас возможность встречаться с кем-то из тех людей, которые сегодня проповедуют на вот это вот насилие, пропагандируют насилие на центральном телевидении? И ваше мнение о Владимире Соловьеве. Они его вчера пытались совершить покушение, что вызвало многих, конечно же, смех. Я слышал эту Майсу про Владимир Соловьеву. Иначе это не назовешь. Что ж, я знаком с Владимиром Соловьевым. Я даже с ним как-то сидел с задним столом. Это было довольно давно. В нулевых. Дело в том, что Соловьев был в общем в дружеских отношениях с Макаревичем тогда. И я был на каком-то застолье, где был Соловьев. Потом я был у него на телевизионной передаче. Но это было еще до его перевоплощения. Это было еще тогда, когда он в общем притворялся порядочным человеком. Для меня, конечно, это было довольно... ну, знаете, я думаю, что для Макаревича это было гораздо более серьезным событием такое, в общем, перевоплощение Соловьева. Для меня, поскольку я никогда не был его товарищем или приятелем, в общем, это прошло менее болезненно. Мое отношение к нему, ну, послушайте. Цинизм. Есть такое слово. И вот мы сейчас видим цинизм просто вот в его самой отвратительной степени. То есть, это стопроцентный цинизм. Что такое цинизм? Это отвергание всего человечества. Человеческого. Это отвергание чести, любви, достоинства. Ну, и всех прекрасных духовности и всех прекрасных человеческих качеств, из-за которых человек называется человеком. Попирание их. Вот что такое Владимир Соловьев. Максим, Николай Патрушев, известный политический деятель современной России, потребовал учитывать советский опыт воспитания личности. Вот вы советский человек, у вас что-то осталось от советского человека. И что такое опыт воспитания личности, советской личности? Как вы бы это описали? И нужно ли это сегодня? Это, конечно, не нужно, безусловно. Но это, знаете, в моем детстве это было кто-кого. То есть, если у тебя повезло, и ты родился у приличных родителей, то у тебя был некий запас прочности, который тебя оберегал от вот этого советского воспитания личности, от того, что тебя приучали ходить строем, носить сначала звездочку под пионерский галстук и так далее. Ну и потом я рос в такой несколько все-таки специальной среде, потому что я учился сначала в хоровом училище имени Глинки, при Ленинградской капелле, где все-таки, несмотря на безусловно советское воспитание, оно было таком, знаете, советское воспитание light, потому что все-таки это были музыканты, дирижеры, хоровики, мы имели дело с прекрасным, знаете, мы пели Stabat Mater, пели Баха, и конечно наш хор мальчиком исполнял какие-то советские песни, но в общем это была небольшая часть нашего репертуара, в основном мы занимались классикой, и учителя у нас были соответствующие, а потом я попал в театральный институт на курс к Аркадию Касману и Льву Додину, которые не то, что не занимались моим советским воспитанием, а делали все для того, чтобы какие-то остатки и ростки этого советского воспитания из меня выбить, поэтому я не являюсь примером воспитанного по-советски юноши, и это большое счастье, это везение в моей жизни, но что касается теперешних, знаете, их очень волнует, конечно, тот факт, что в общем огромному количеству молодежи, которые они упустили в свое время, им совершенно наплевать на их идеологию, потому что никакой идеологии нет, это попытка высосать идеологию из пальца, идеология одна, разворовать и присвоить, вот и все, понимаете, поэтому конечно, они сейчас придумывают эту идеологию, вот на фоне войны очень удобно идеологию придумать, потому что весь мир против нас, мы должны выжить, выстоять любой ценой, и так далее, и так далее, в общем, это все конечно бред. Максим, Александр Градский, недавно ушедший из жизни, к великому сожалению, на мой взгляд, выдающийся певец, исполнитель, композитор сказал как-то в интервью, что он никогда не поет в хоре, насколько я понимаю, хор бывает разным, там разные голоса, разные, как говорится, исполнители, но вопрос мой в другом, важно ли для вас оставаться самим собой и в творчестве, и в жизни? Ну, мне кажется, это самое главное. А в чем секрет секрета? Максим? Ой, давайте какой-нибудь другой вопрос. На протяжении 40 лет моей жизни я устал. Ну, смотрите, а 30 с лишним лет назад я увидел Бисквартет Секрет. Там было 4 молодых человека, которые пели абсолютно новую, исполняли музыку, новые песни, абсолютно. Ну, может быть, и еще Агузарова, наверное, я бы так сказал, отличались. Я очень счастлив, что сегодня беседую с вами и могу вам задать вопрос, который не мог задать его лет 35 назад. А в чем секрет секрета? Послушайте, Секрет это был прекрасный такой цветок, который вырос сам по себе. И это был пазл, который сошелся. И это была очень искренняя позиция. Я сейчас не говорю о том, хороши или плохи были наши песни. Видимо, не настолько плохи, а скорее хороши, поскольку до сих пор их поют. Но дело даже не в песнях, а дело в том, какие были мы сами. Мы были молодые, мы были веселые, мы были обаятельные, и мы несли любовь. Ну, вот это, наверное, главное. Максим, как на сегодняшний день в Израиле относятся к тому, что происходит в России, к этой войне? Какие ведутся разговоры, если вы, может, что-то слышали? И почему, я понимаю, почему, но все-таки Израиль так, как будем говорить, нейтрально относится к отношениям с Россией? Вы знаете, я не буду влезать в геополитические всякие вопросы, поскольку я в них мало что понимаю. Поэтому про оппозицию Израиля ничего сказать не могу. Оппозиция людей однозначно, конечно. Знаете, израильтяне, которые хлебнули столько воин в своей жизни, столько непростых времен и горя, они не могут быть за войну. Просто принципиально, конечно, не могут быть. Поэтому позиция понятна. А как вы смотрите на то, что отменили концерты Александра Розенбаума в Израиле и к его сегодняшней позиции? Если вы можете просто на это ответить. Ну, послушайте, если человек как бы выражает свою позицию, свои взгляды, которые большинство его потенциальных зрителей в Израиле не разделяют и не поддерживают. Конечно, они выступают против его концертов. Это понятно? Алла Погачева и Максим Галкин тоже на сегодняшний день находятся в Израиле. И Александр Невзоров, журналист, по-моему, тоже находится в Израиле. Вы живете сейчас в Израиле. Складывается впечатление, что Израиль стал местом как вот для белого движения Париж. То есть, все талантливые люди едут в Израиль. Есть ли возможность в Израиле организовать какие-то концерты и с вашим участием, и с участием Аллы Погачевой? Есть ли такие предложения от промоутеров или еще такого не было? Нет, есть предложение сделать большой благотворительный концерт. Что касается обычных концертов, то мои концерты состоятся в конце мая и весь июнь. Я буду по Израилю гастролировать. Вечером занимается и Максим Галкин. У него тоже есть концерты в Израиле сейчас. Про Аллу Борисовну не знаю, говорить не буду. Захочет ли она принимать участие в таком мероприятии. Вот. Что касается Мекки, ну что ж, да, так получилось, что многие сюда приехали, многие приехали, потому что у них есть гражданство этой страны и они могут здесь находиться. Многие приехали от растерянности, от того, что они не готовы жить в стране с такой позицией и с таким как бы с такой повесткой, скажем так, мягко дня. Что будет с этими людьми дальше, как, собственно говоря, и даже со мной, неизвестно. Посмотрим. Максим, в наших последних передачах мы всегда задаем один и тот же вопрос. Последний. Куда плывет русский корабль? Плывет ли он? Знаете, это тоже вопрос. Плывет ли он? Мне кажется, что он уже никуда не плывет, что его как-то несет. Какое-то время пытался плыть, но вот на сегодняшний момент мне кажется, что, знаете, уже паруса-то спущены, чтобы их не разорвало, и какая-то волна его куда-то несет. А куда вынесет, неизвестно. Максим, я вот сегодня бегал по дорожке, да, и ставлю обычно музыку, я здоровьем занимаюсь, как многие в Америке. И самое интересное, что неожиданно для самого себя я услышал вашу песню «Привет». И это огромное для меня спасибо, потому что всегда хочется людям сказать именно вот это вот простое человеческое слово «Привет». Я хочу поблагодарить вас за это интервью, за возможность с вами поговорить. Вы замечательные пожелать вам успехов и удачи. И мы надеемся, что мы еще встретимся в прямом эфире. Большое вам спасибо, берегите себя. Всего вам самого лучшего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова